Я просто посмотрела расписание и решила на всякий случай прийти и спросить, да летишь ли это? Но я не ожидаю, что у тебя текста сегодня много. Теперь для того, чтобы хоть как-то поправить дело, нашим придется упираться в мужской гонке. Победа поднимет Россию на четвертое место в общекомандном зачете. Пока россияне на десятой строчке с одной бронзовой наградой. Мужская гонка началась несколько минут назад. За Россию бегут Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов и Евгений Гараничев. Доллар на понедельник 30 рублей 11 копеек, евро 40,27. В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Ночью похолодает до 10-12 градусов, днем ожидается минус 5-7. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Сейчас в столице 6 градусов мороза, давление 751 миллиметр, влажность 76%. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». Час в час, минута в минуту. Когда вот все ждем, здесь сейчас. В эфире вы этого не слышали. В системе с ним вам нравится, что граждан способны... Вот два кресла, пожалуйста. Открывать вот это? Не обязательно, по-моему. Куда-куда? Вот его. Два кресла, пожалуйста. Уже не ожидается. Уже не ожидается. Для тех, кто не понял, реклама. 23 апреля, суббота, Пушкинская площадь, 14.00. Митинг ЛДПР в защиту армии. Приходи, узнай правду. Реклама на Эй. Оно того стоит. Эту программу транслирует компания Ситивиза. Теле-хранитель. Уважаемые дамы... Берите, пожалуйста, телефонный фон все равно идет. Ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Уделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Так, я иду. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» в каждое воскресенье в 18 часов. Перед началом программы не забудьте выключить телевизор. Добрый вечер. В эфире «Теле-хранитель» программа о сути телевидения, о тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. И, как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. И в последнее время очень много сериалов посвящены нашему недавнему, прошлом, 70-м, 80-м годам. Они идут с большим успехом. И «Обратная сторона Луны», как вы знаете, детективный такой сериал не так давно прошел на Первом канале. И исторические сериалы, связанные с известными деятелями советского прошлого, и Брежнева, и Фурцева, и некоторые другие. А вот, ну это всегда какие-то сериалы, или детективные, или такие биопики, что называется, биографические. А вот буквально первый опыт комедийного сериала, ситкома, по сути, или это не ситком, сейчас мы это узнаем у создателей, сериал 80-й в прошлом сезоне появился на канале СТС и прошел с большим успехом, несмотря на то, что был такой эксперимент, достаточно рискованный. Но был удачный, судя по тому, что заказан второй сезон, и второй сезон сейчас в эфире, и с таким же интересом смотрят его зрители. Мы позвали сегодня тех, кто этот сериал делает. У нас в гостях Федор Стуков, он режиссер этого сериала. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор. Здесь Анна Цуканова, кот-актриса, исполнительница одной из главных ролей. К сожалению, несмотря на анонс, ожидается, не ожидается в студии Александр Якин. Заболел Александр, мы надеялись, что он выздоровеет. Не смог выздоравливать Александра, если вы нас слушаете. Но я думаю, что и Федор, и Анна ответят на ваши вопросы. Откуда взялась идея сериала о прошлом именно в таком же... Вообще, это что? Это ситком или это драмеди? Как определить тот жанр, в котором вы работаете? Я понял вопрос. Безусловно, по форме это ситком, но не тот самый ситком, который принято у нас представлять, когда снимается всё в декорациях, когда четыре камеры, смех за кадром. Нет, всё-таки это ситком такой уже более современный. Сейчас в Америке, в Англии снимаются двухкамерные. Всё равно это стоит ситком. Но там есть, конечно, чуть-чуть и драмеди. У нас очень такой горизонтальный сюжет, очень жёсткий. У нас история не только, которая происходит в каждой серии. Законченная. Да, законченная. Но и история, которая проходит ещё с первого сезона, через второй, через первый и второй сезон. И, наверное, вы даже надеетесь, что есть третий и закинули какие-то уже даже проекции в третий. Ну, есть третий, да. Да, уже есть. Несмотря на то, что второй в эфире, вы уже правильно работаете. Нет, сейчас уже можно, правда, наверное, говорить, что третий сезон будет. Будет. Сколько всего из серии уже снято? 32. 32. И то есть ещё 16 вы уже планируете? Ну, может быть, даже и побольше. Может, и побольше. Может быть, даже и побольше. Но родилась эта идея несколько лет назад. Несмотря на то, что мы были в эфире только в прошлом году первый раз. Эта идея достаточно давно вынашивалась. Вячеслав Муругов и Антон Щукин, Артём Логинов. Это вот продюсеры Good Story Media и главный человек на канале СТС. Ну, вот задумались сделать такую историю, которая бы, с одной стороны, была лёгкой, комедийной, ну, а с другой стороны, ну, несла в себя что-то, ну, как сказать, светлое. Это не тот вариант, когда вот мы знаем, куда идти, мы ведём вас за собой. Нет. Но связь двух поколений, поколений детей, поколений их родителей, в общем, какие-то точки соприкосновения, ведь это очень житейская история. Сейчас мы тоже видим, что многие дети не понимают своих родителей, многие родители не понимают, как живут их дети. И смеясь, легче ответить на эти глобальные вопросы. Смеясь, легче ответить на вопросы, и действительно, с помощью нашего там сериала дети могут увидеть, как жили их родители. Что вызывает сейчас у детей глубокое непонимание. Мои, по крайней мере, спрашивают, а что это, правда, в вашем детстве или в вашей юности было круто? Говорят они о чём-то, что было так круто, что даже представить себе было невозможно, насколько это было круто по нашим меркам. Я забыла напомнить наш смс-номер, уважаемые наши слушатели, плюс 7-985-970-4545. Пожалуйста, ваши вопросы с создателем сериала 80-е, ваше воспоминание про 80-е, насколько сериал попадает в ваши воспоминания о том времени, в чём не попадает, где вы готовы поймать создателя сериала на каких-то неправдах, может быть, в каких-то передёргиваниях или приписыванию тому времени того, что в нём не было. Мы готовы это послушать. Да, мы тоже готовы ответить на такие вопросы. Ну и прекрасно. Ещё раз напоминаю, Фёдор Струков, режиссёр сериала 80-е на Цукановый код студии. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Сначала присланы по смс, во второй части программы вы сможете задать их и по телефону. Фёдор, вот вы всё-таки человек, который в том времени немного пожили. Я, если кто-то не смотрит сейчас трансляцию или, может быть, не знает, напомню, что это знаменитый Том Сойер. То есть вы, а судя по тому, когда вышел сериал Том Сойер, можно сказать, что вы в том времени пожили. Это было ваше детство. Ну, это вообще детство, отрочиство, юность. Юность. То есть самое чувственно запоминающееся время жизни. Да, 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 да. Я абсолютно 80-ник в этом смысле. И я-то помню, что тогда происходило. То, что помнишь в детстве, помнишь лучше, чем происходило вчера. Да, и хорошее, и плохое. Потому что, по крайней мере, перепутать, какие были конфеты, и каких не было, трудно. Это-то можно. Да. Тут вообще ситуация такая, что у нас-то в сериале речь, ну, весь этот сериал построен на воспоминаниях одного конкретного человека, Вани Смирнова, это главный герой. Но он рассказывает свою историю, историю своей жизни. А когда мы рассказываем историю своей жизни, нам же свойственно что-то подзабыть. Наша память может приукрашивать. Что-то приукрасить, что-то преувеличить, о недругах мы говорим, вот что он вот такой вот, а мы сами в это время благородные. В общем, это история человека, который рассказывает. Поэтому здесь могут быть, ну, честно говоря, какие-то... Позволительные для вашего жанра отступления от праздной жизни. Ну, конечно, конечно, конечно. А вопрос к Ане. Аня, судя по прекрасному юному виду, в том времени просто не жила, даже не планировалась еще совсем. Вы к этому относитесь чисто как к актерской работе, хоть вам там, да, играть что-то из средневековья, хоть про 80-й. Каково для вас играть человека из того времени, что вас, как юную девушку 2010-х, удивляет в том времени? Взаимоотношения людей. У нас сейчас в основном взаимоотношения с вещами, с машинами, с квартирами, с косметикой, с чем угодно. Там были взаимоотношения с людьми. И меня это привлекает. Ну, у меня тоже взаимоотношения с людьми остались. В нашей съемочной группе, сказал режиссер, есть эти шишки. Что как-то отношения между людьми вот именно такие душевные. Вот как сказал мой муж Александр Кот, который снял сериал «Обратная сторона луны», кстати говоря, что вот 80-е после школы, института сразу шли домой, некуда было идти. И наш сериал сразу как раз о том, что люди делали дома, когда возвращались после института. А отношения людей молодых того времени и сейчас, вот вы играете отношения все равно, да, между молодыми людьми, ровесниками вашими, только жившими столько лет назад. Вот отношения как парень, девушка, выстраивают отношения, любовь. Чем это отличается от современных, на ваш взгляд? Да ничем. Ну, наверное, ничем, не знаю. Потому что в обратную сторону, когда люди привыкли, вот жили в том времени и привыкли, как мы с Фёдором выросшие в то время, привыкли к той модели отношений, а сейчас смотрят «Дом-Дуа», например, ну, как образец выстраивания любовных отношений, их многое удивляет. Я имею в виду людей из прошлого в нынешнем времени. А в обратную сторону людей, которые росли сейчас при нынешних моделях, вас что-то удивляет? Ну, вот конкретно меня ничего не удивляет, потому что я, вот, наверное, старомодно в отношениях. У меня не вызывают никаких вопросов отношения, там, Катя и Вани, моего персонажа, например. Мне кажется, это тоже своего рода миф. Я думаю, что и в 80-е, и в 1328 году. Всё равно все будут стесняться. Можно было найти такие взаимоотношения людей, которые попадали под «Дом-Дуа», а их просто по телевизору не показывали. Да уж, уж не показывали точно. А тогда есть ли то, что вас действительно удивило? Например, наверное, вам подбирают как-то костюмы из того времени, окружают реквизитом того времени. Долго спорят, вероятный режиссёр, был ли такой-то, я не знаю, там что-то. Телефон, телевизор, я ещё, какие-то ещё детали реквизита. Вас, как юную женщину, удивляет что-то в этом? Меня удивляют, как люди жили без мобильного денег. Вот меня это действительно удивляет. Как можно бы вот так вот договориться, давай завтра встретимся, там, не знаю, в 5. Я в таких случаях всегда говорю молодым ребятам, говорю, вы даже не представляете, как люди умудрялись романы крутить, когда не то что мобильных, а у многих домашних телефонов. СМСки, вот это вот тоже непонятно. Нельзя было СМС-ку скинуть, типа, как дела, что делаешь. Вот это вот всё. А назначая встречу на станции метро, если ждал на разных выходах, можно было сутками ждать, и трудно было понять, где ты. Фёдор, вы когда насыщаете пространство сериала какими-то реалями того времени, вам важно, чтобы это соответствовало действительности, и никто не сказал, тогда такого не было? Либо раз это вот воспоминания о прошлом вашего героя, то могут быть и отклонениями. Нет, ну мы стараемся, конечно, потому что у нас всё-таки достаточно большая подготовка. Мы могли бы снять и подготовиться за один месяц, снять бы за два, но действительно мы делаем сезон год. И мы очень долго, у нас идёт написание сценария. В общем, мы хотим соблюдать технологии, в том числе это касается подготовки именно к съёмочному процессу. А что сейчас труднее всего найти из того прошлого? Даже реквизитором вашим. Всё трудно. Сейчас даже, честно говоря, легче снять фильм о войне, потому что есть и костюмы, и военная техника, и всё что угодно. Амбар нашёл старый, вот тебе и война. Чем 80-е? Казалось бы, у нас огромное количество людей живут в таких же квартирах до сих пор. Подъезды многие считают с того времени. Ну в таких же, ну не таких же. Я, например, всю рухлядь принёс из дома. Уважаемые слушатели, у кого есть рухлядь? У сериала 80-е будет третий сезон, Фёдор Струков скажет. Всё равно это очень сложно, тем более, что вдруг мы узнали, что у каждого были свои 80-е. А, вот это интересно. А чем они различаются? Они абсолютно разные, у разных людей, в разных городах. И наша история... Кто-то их из того ненавидит, кто-то их обожает. Но это та история, когда не бывает хороших времён. Всегда что-то хорошее, а что-то плохое. Но просто в разных городах были разные 80-е. В разных слоях общества были разные 80-е. Ну да, но в Москве, конечно, и в каком-нибудь провинциальном городе оно сильно разносилось. И хотя у нас чисто московская история, вроде бы, да, но мы туда постарались, у нас сценарист не только из Москвы, мы туда постарались всё-таки внести провинциальную жизнь, жизнь из разных городов, чтобы на этом не была чисто столичная история вот такая. Чтобы каждый житель России разных городов узнал хоть чуть-чуть свои 80-е здесь. — Понятно. Фёдор, так, а на съёмочной площадке вы строгий режиссёр? Ну, это мы у Анны спросим. Дмитрий Мезенцев интересен. Анна, скажите, Фёдор строгий режиссёр? — Самый прекрасный, нежный, внимательный, чуткий режиссёр, которого вообще я знаю. — Спасибо тебе большое. — Не знаю. Мне очень комфортно с Федей работать. Я надеюсь, что будет и третий, и четвёртый, и пятый, и двенадцатый, и двадцать седьмой сезон. — Тогда вы уже точно будете не в 80-е, а плавно перейдёте в 90-е. — Я могу сказать, что строгим, наверное, надо быть с актёрами, которые плохо готовятся к роли. А когда у тебя такие замечательные актёры, как... — Кроме таких юных актёров, как Аня, или ваш главный герой Саша Якин, на базе играют люди, которые в 80-е и жили, у вас замечательная Мария Аронова. — Александр Половцев. — Да. А как они вернулись в то время? Расскажите вот про их опыт игры, ну, в общем, и своего тоже прошлого, может быть, там. Как они, с каким они чувством играют? — Жалко, что, конечно, их здесь нет, они бы рассказали. — Ну, вот они, к сожалению, мне сказали на съёмках Мария Аронова в Одессе, Половцев в Питере, не смогли они к нам прийти. — Ну да. Очень было просто найти общий язык, и с Александром, и с Марией. Ну, с Машей мы вообще учились вместе ещё, ого-го, сколько лет назад. У меня такое ощущение, что они, ну, с большим удовольствием исполняли свои роли, и в какой-то момент просто начали в них купаться, правда, потому что это всё было очень близко. У нас очень бытовые истории, истории, которые, ну, вот, каждый может вспомнить. Вот родительская линия, мы старались брать самые такие вот архетипичные случаи. Это могло произойти со всеми, это до сих пор происходит со всеми. Поэтому это не какие-то вымышленные истории, они знали, что играть, и знали, как играть, и они сами помнили это в своей жизни. — Дмитрий спрашивает, ностальгируете ли вы, Фёдор, по тем временам? — Ключевое слово — ностальгируете. — Ностальгируете, да. Но это правильно или нет? Сейчас буду умничать, что ностальгия — это только тоска по родине, если ты находишься за границей, но сейчас это уже появилось так. Да нет, конечно. Но я могу сказать, почему я не ностальгирую, потому что я всё-таки предпочитаю... — В том сериале, извините, когда ты подкала, Аня снял её муж, там очень хорошая разница, когда человек проваливается в прошлое, и понятно, насколько мы далеко от него ушли. — Нет, только лишь потому, что у меня такой характер, я хочу всегда двигаться вперёд. То есть я, правда, не живу вчерашним днём. Я помню всё хорошее, что было тогда, я помню всё плохое, что было тогда, и, наверное, это было поровну. Но сказать, что я каждый день вспоминаю, ай, 80-е, ай, детство, отрочество, юность... Нет, такого нет. Главное, что я всё помню. — Я напоминаю, мы говорим сегодня в программе «Телехранитель» о сериале «80-е», второй сезон которого идёт с большим успехом на канале СТС. Здесь Фёдор Стоков, он режиссёр, Анна Цуканова-Кот, исполнительница одной из главных ролей. Ваши вопросы по СМС-номеру плюс 7985-970-4545. Во второй части программы вы сможете и по телефону поговорить с гостями сегодняшним. Здесь есть вопросы, которые заранее на сайт пришёл, пишет Александр Маркелов. А мальчик, сыгравший младшего брата Ивана в сериале, очень похож на маленького Фёдора. Рассказывайте, почему? Случайность? — Да, конечно, случайность. — То есть искать себя маленького в кадр? — Не было такой задачи, чтобы найти. Но это и невозможно, что... — Понятно. А тогда расскажите, всё-таки вас помнят, если как... Впервые вы появились как знаменитый Том Сойер, и у вас была замечательная команда. И достаточно редкий случай, чтобы все исполнители детских ролей потом так замечательно работали дальше. Это и Влад Галкин, покойный, теперь уже и Маша Миронова. — Работа тогда с детьми и работа сейчас с детьми отличается в кадре, как с вами Говорухин тогда работал. Как вы сейчас работаете с какими-то маленькими актёрами? — Ох, опасный вопрос для прямого эфира. Я могу сейчас зависнуть часа на полтора. — А у нас скоро будут новости, вам придётся ответить за одну минуту. Вот и всё. — Я отвечу за одну минуту, что тут всё зависит от ребёнка, именно от актёра. С кем-то надо больше работать, с кем-то надо меньше работать. Я так думаю, что я, в общем, был благодатным материалом в детстве. Со мной было легко. Как и сейчас, ребят, с которыми мы работаем, я же ещё и Ролаша снимал до этого. Очень много игровых ребят, которые порой играют даже лучше, чем взрослые, не скажу, какие. Но это действительно так. Если человеку это дано, то нет никакого различия. Ребёнок, он взрослый и старик, женщина-мужчина. Он входит в кадры и живёт, и я ему верю. — Аня тоже снималась в «Яролашах», судя по тем письмам на сайт, которые вас помнят в «Яролашах». — Да-да-да-да, но у Феди я не снималась, но вообще снималась с 7 лет. Я работаю в «Яролашах», и не только. И, в общем, я ребёнок давно. — Киношный. — Киношный ребёнок. — Да, киношный ребёнок. Артём из Тула пишет. Хороший фильм. Иногда хочется вернуться в те времена. Пробок не было раньше. — Ну, возвращайся, Артём. — Да-да-да, пробок, действительно. — Я его наблюдаю. — Какой-нибудь старый фильм посмотришь, в Москву показывают. Самые места, где сейчас пробки, едут машины, один-два троллейбуса, грузовичок. И пусто. Ну что ж, мы продолжим разговор о сериале «80-е» в программе «Телехранители» после выпуска новостей. Здесь Александр... О, всё, Александр Княкин как раз не пришёл. Здесь Фёдор Стуков и Анна Цуканова. Вы пока можете присылать свои вопросы по СМС-номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. И после выпуска новостей мы будем на них отвечать. Мне нравится. 18.30 в Москве на Эхе Новости в студии Ирина Кучеренко. 12 цистерн, в том числе серной кислотой, по уточнённым данным, сошли с рельс на территории Среднеуральского медиплавильного завода. Об этом сообщили и ТАРТАС в главном управлении МЧС по Свердловской области. Площадь разлива опасного вещества составила 100 квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по нейтрализации кислоты. Грунт засыпают сорбентом. Предельно допустимая концентрация едкого вещества в норме. Угрозы окружающей среде и жизни, и здоровью людей нет. В Челябинской области продолжаются поиски упавшего метеорита. Их ведут 8 воздушных судов. По последним данным, обследовано около 23 тысяч квадратных километров. Одновременно проводится радиационная разведка, сообщили и ТАРТАС в главном управлении МЧС по Свердловской области. Предполагаемые места падения обломков метеорита обнаружены в трёх районах Челябинской области. Напомню, в пятницу на Урале упал метеорит. Более тысячи человек пострадали. По последним данным, 40 из них остаются в больницах. В Косово сегодня отмечают пятую годовщину про возглашение независимости от Сербии. Сегодня о признании Косово объявил Египет. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в Приштине. По итогам встречи премьер-министра Косова и помощницы президента Египта. На сегодняшний день косовскую независимость уже признали 100 стран, в том числе и Россия. Один из крупнейших итальянских учёных-русистов, писатель Джорджо Мария Николай, скончался на 85-м году жизни. Как сообщили сегодня и Тартас, в Национальной ассоциации словистов писатель умер накануне в своей римской квартире. Последнее время он тяжело болел. Профессор Николай является лауреатом международной премии Гоголя. Его перу принадлежат сотни работ, посвященных русской литературе и культуре в целом. Николай принимал активное участие в проведении недавнего перекрёстного года русского языка и культуры в Италии и итальянского в России. Экипаж россиянина Александра Зубкова занял третье место на этапе Кубка мира по биатлону, который прошёл в Сочи. Это не помешало ему обеспечить себе победу в общем зачёте по итогам сезона. На первом месте экипаж латвийца Оскарса Мелбардиса. Доллар на выходные понедельник 30 рублей 11 копеек, евро 40,27. В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабый снег, ночью минус 10-12, днём 5-7 ниже нуля. Сейчас в столице 6 градусов мороза, давление 751 миллиметр, влажность 76%. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». Тут народ жалуется, что не видно Фёдора в сетевизоре. Что у нас там с сетевизором? А где вообще камера? Что-то видно, она не так повернута, Фёдора не видно. И мне тут пишут жалобы на сайт по СМС. А мне написали, что меня видно, и попросили помахать. А меня сейчас видно? Там на сайте можно выбрать камеру. Ну я же режиссёра должен оставаться за кадром всегда. Нет, вам, наверное, надо либо ко мне подвинуться. Просто сегодня почему-то крупнее, чем обычно. Вы видите, да? Я вижу, но у меня с отставанием идёт. Вот сейчас Федя подвинулся, а он не скоро появится. Всё не видно? А может посмотреть? А крупнее можно. Вот вы сейчас ушли, а вас всё равно видно. Что он тут встает? Что я как бы ещё думаю. В это воскресенье после 19 часов... Так, я всё понял, прошу. Ну сейчас они почему-то сегодня крупнее. Я всё понял. Нет, 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 вы же с... Вы от камнями не уезжайте, микрофон важнее. Это всё-таки радио, а сетевизор повторит. Сейчас придут по правилам. Ой, а можно я передам папе привет? У меня папа фанат Эхо Москвы, он всё время слушает, то это очень важно. Передадите. Вы сможете к этому подвести? Ладно, у вас так уже не получается. Знаете, когда пытались объяснить, что поле чудес, это якобы украденная вело Фочин, мы прислали юристам. Юристы очень долго здесь рыли, это митая история, потому что они не могут предъявить диск, потому что суть этой игры не в угадывании буквы, а вообще не ведущего Якубовича с народом. С народом и дарение огурцов, конечно. Да, передавание привет, подарение огурцов в эту сумму. Так, мы продолжаем программу «Телехранитель» в студии Елены Афанасьевой. Говорим мы сегодня о сериале 80-й, второй сезон которого идёт с успехом на канале СТС. В студии сегодня режиссёр сериала Фёдор Стуков и актриса Анна Цуканова-Кот, исполнитель одной из главных ролей. Мы тут долго обсуждали сетевизор, кого видно, кого не видно. Ну, вот так, что-то сегодня с камерами. И кто может помахать? Вот уже Фёдора видно. Я хочу помахать. Вы когда ко мне подвинетесь, видно, Аня помашет ручкой и передаст папе привет, который фанат эхо Москвы. Давайте передадим привет Саше Якину тоже. Да, Саше Якину, да. Вроде как с нами Максиму Паршу, нашему креативному продюсу. Да, сейчас всем передадим. Мы только впервые говорили про поле чудес, сейчас превратимся в поле чудес, всем передадим привет. Из тех вопросов, которые уже пришли за время новостей, пришли по СМС-номеру. Напоминаю, СМС-номер плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Если у вас есть вопросы, комментарии, а также я, как скавер заговорю, те претензии к создателям сериала, где они неправильно отразили 80-е, на чём вы их поймали, на каких неточностях, вы можете по этому СМС-номеру присылать, и будем спрашивать строго. И о чём сейчас спрашивают у вас? Не слишком ли вы измазали красками комсомольского мажора? Уж слишком он у вас, сволочь, пишет Мария измазала. Расскажите про комсомольского мажора, и зачем вы так комсомольского мажора красками мазали? Значит, всё-таки... Это Корешков? Зацепила, это Стас, да, это Корешков. Зачем измазали? Потому что он комсомольский мажор. Это тот самый персонаж, который должен был появиться. То есть он у вас антигерой, поэтому... Ну, вы, видимо, тоже не жили в 80-х. Это вы к Марии адресуетесь. Вы не помните тех людей. Такие тоже были, и я их сам встречал. Но надо сказать, что всё-таки у этого комсомольского мажора есть некоторые положительные качества, которые просто пока ещё не проявились. То есть есть перспектива? Есть перспектива, конечно. Вообще у нас не бывает героев либо чёрных, либо белых. Всегда что-то там есть, какие-то... Я вообще оказалась в маленькой лгуньи. Да? Да. Это вы уже выдаёте тайны, и режиссёр уже так не опрягся? Нет, нет, вот в этом сезоне. А, уже давно можно. Я напомню, что он ещё продолжается. Последние три серии ещё не были в эфире. Нет, нет, уже стало известно, что я, в общем, не люблю Ваню. Какой ужас. А тут как раз спрашивают, есть ли хороший конец у Вани и Инги. Не скажем вообще. Нет, никогда. Но за деньги я готова сказать. Смотрите, смотрите, смотрите канал СТС. Нет, нет, нет. Смотрите канал СТС. А Пётр, если Аня, Пётр спрашивает у вас, не хочет ли Аня сломать свой образ маленькой девочки и сыграть жёсткую роль, например, гангстершу. О, я сыграла гангстершу, сейчас выйдет скоро фильм «Кремень». Значит, Пётр, видно, Пётр ваш тайный фанат, или явно всё про вас знает. Выйдет фильм «Кремень» Владимира Епифанцева на Первом канале, где я сыграла гангстершу, убийцу. И, в общем, кто написал, Пётр? Да. Пётр, будьте счастливы, вам понравится. Чудесная, милая девушка, я вот так смотрю. Я вообще не такая, я очень махая. Из неё можно гангстершу сделать? Ну, если не шутить, то Аня невероятно многогранная актриса. Я думаю, что она может сыграть всё, что угодно. А если шутить? Главное, чтобы ей... Прости, что я в тебе от третьего лица. Чтобы Ане всё нравилось, и группа, и режиссёра, и сценариста. Спасибо. Надо сказать, действительно, что это была наша основная задача, чтобы... Понравится Ане. Чтобы актёрам нравилось то, что они делают. Всё железет с экрана. И прежде всего энергетика. И мы снимали всё-таки сериалы о том времени, когда все были молоды и счастливы. И не понимали, насколько они несчастны. Да. И мы постарались сделать так, чтобы на съёмочной площадке, в общем, было всегда... Всем хорошо. Если не праздник, то да. Так, спасибо огромное. Это точно мои 80-е. Смотрим всей семьёй с удовольствием. Мой сын, 11 лет, жалеет, что он не из тех времён Мария из Петербурга. Спасибо, Маша. Так, что ещё здесь... Вот вспоминают, очень смешная Лиля пишет. Фёдор играл ещё внучку Нонны Мартыковой. Название фильма, не помню. Родня. Лиля, это фильм «Родня» замечательный. Так. Почему... Ещё один смешной вопрос от Дмитрия, почему Ефремов не играет дядю? Можно об этом рассказать? Наверное, потому что Ефремов не может всю жизнь играть дядю, как Михаил не может всю жизнь играть папу. Абсолютно точно. Потому что, вероятно, это как фишка в каком-то одном проекте может сработать, но на постоянной стать маской актёра. Никита Ефремов у нас очень хорошо отыграл. Да, да, да. Мы им очень довольны. И зрители тоже. А вот Таню интересует, а что вы хотите найти в 80-х? Чем они для вас интересны? Начнём с Ани, которая в те времена не жила. Аня, что вы хотите найти в 80-х? В смысле? Это Танин вопрос, я не могу расшифровать. Я не могу понять, что я хочу найти в 80-х. Не знаю. Фёдор. Можно я чуть-чуть натолкнул? Да, натолкни. Напишу сценарную линию. Некая такая сферзадача, всё равно, несмотря на то, что это лёгкая комедия, но это история о том, как люди жили-жили-жили при советской власти, в Советском Союзе. Они думали, что это навсегда. И вдруг на них надвинулось... А вы дойдёте до того, что надвинулось? Оно уже потихонечку надвигается. Там всё-таки уже 87-й год, и потихонечку что-то надвижается. И это история о том, как кто-то приспособился к новой жизни, кто-то не приспособился к новой жизни. То есть здесь, в общем, такая, знаете, этот смех сквозь слёзы. И ясно, что вот семье Вани Смирнова вот ещё пару лет... Сейчас они смеются, идиотничают, ведут какую-то жизнь. Но ещё пару лет, и им придётся очень сладко. Это уже считывается, это понятно. Они как раз из тех, кто... Но из тех, кто жил в таких же крошечных квартирах, в общем, абсолютно бедствовалось. В них вышли люди, которые потом и олигархами стали, и очень богатыми людьми, и влиятельными. Да, да. Роман Абрамович, по-моему, писали в совершенно нищих условиях. Здесь очень большая перспектива для наших героев, для каждого молодого героя. Кем только они не стали. Поэтому любой бизнес, который начинает Ваня Смирнов в середине 80-е, может вырасти в какое-то очень прибыльно успешное дело. Супер, супер, да. А Динара интересуется, формат сериала всё-таки стопроцентно оригинальный или метод? Да, конечно. А как может быть сериал про 80-е и не стопроцентно оригинальный? Потому что всё-таки в Великобритании, Англии и Испании были совсем другие 80-е. Не, ну, знаете, по идее, можно было, конечно, что-то адаптировать, но... Не было того слома времён, который произошёл в нашей стране. В общем, две разные страны совершили. Да, но это мог быть румынский какой-то. А, но чешский, польский. Да, я слышал, это не 100% проверенная информация, но наоборот хотят 80-е адаптировать в других странах уже. Те, которые проживали жизнь, похуже немножко на нашу. Да, да, да. А потом вот компания Good Story Media, она сейчас, в общем, это стратегия такая, что выпускает только такой вот свой продукт, никаких адаптаций. Дина спрашивает, откройте тайну, как всё-таки зовут Галдина, которого великолепно играет Никита Иванович? Нет, 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 никогда. Смотрите третий, четвёртый, пятый сезон, и может быть, когда-нибудь... О, боже мой, у вас человек без имени? Я не такая фанатка, как Дина, и не заметила. Это очень приятная ситуация, потому что мы-то знаем... Его имя. Его имя, да, но пока не всё. Интересно, знает ли Никита. Давайте позвоним ему и спросим. Никита знает, да. Да, ему по секрету сообщили, как его всё-таки зовут, но не скажут ещё несколько сезонов. Уважаемый наш слушатель, вы можете дозваниваться уже к нам в прямой эфир по телефону плюс 7-495-363-3659, вы можете продолжать присылать свои вопросы по СМС-номеру плюс 7-985-970-4545. О, Анюта, люблю тебя очень, твой брат Митя. О, мой брат Митя, ура. О, Анюта, замечательно. Сегодня просто день приветов. Скажите, Фёдор, у вас есть образование, интересует Таню? Ну да, у меня есть. У меня даже есть несколько образований, я открою вам из Таня. Вообще, я стараюсь всю жизнь учиться. Вот как в 5 лет начал в кино работать с очень хорошими режиссёрами, я каждый день на каждом проекте пытаюсь у кого-нибудь научиться чему-нибудь. Это очень полезно, доложу я вам. Я даже у ЦК много учусь. Прекрасно. Такой юной, позитивной и прекрасной они можно поучиться. Давайте звонки будем принимать. 3-6-3-36-59. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Александр. Александр в Москве. Пожалуйста. Вот очень люблю Фёдора за его роли. Джима Хокинса и Тома Сойера и в Комете, и в Петельный Чулок, и в Ябедах. Спасибо вам огромное. Это человек из наших 80-х. Правильно? Хотел спросить, а где вы снимали эти сталактиты и сталагмиты? Угу. В Тома Сойере. Быстро отмечу. Но в Афонской пещере, под Сухуми. Тогда это ещё была одна страна. Можно было снимать легко. Спасибо. А 80-е вы смотрите? Слушай, нет. А вот ещё я хотел спросить. Днепр, это как раз Миссисипи? Да, конечно. Давайте лучше посмотреть 80-е. Давайте поговорим про 80-е. Я там продувшись советую. Вам надеюсь, что понравится. Смотри, 363-36-59, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, вы нас слышите? Как вас зовут? Вы откуда? Меня зовут Андрей, я из Москвы. Мне очень нравится сериал. Я сам жил в 80-е годы. Годахерни. И очень всё подробно. Прямо, когда смотришь, даже придраться. Там настолько всё умельчат. Реквизит. То есть поймать на неточностях создателей не удаётся, да? Да, вообще. Вот, допустим, я с вами в одной серии, там сцена, как там детей принимают пионеры, и где главный герой издевается над этим мажором, как говорится, комсомольским, переставит голос, где он там говорить. Там прям даже на заднем плане, понимаете, красиво стоит Икарус. Я не знаю, где они его взяли, как его вообще доехал, но вот эта атмосфера, как будто дети приехали на этого Икарусе, и он мог бы не быть. Он может бы просто показать пустую улицу, но этот маленький деталь просто сразил на повал. И вообще, вот, потрясающий камерик, потрясающий фильм. Спасибо за звонок. Спасибо. Видите, откуда же Икарус тащили? Слушай, правда, это очень приятно. Ну и Икарус, это лишние деньги в СМИ-те. Продюсер вас должен был душить за этот Икарус. Нет, вот как раз продюсер у нас не душит, а как раз мы работаем душа в душу с нашими продюсерами, которые наоборот, по-моему, вкладывают все свои деньги в производство. Что называется, смейте в кадре, да? Давайте еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Вы нас слышите? Нет, сорвался звонок. Пожалуйста, дозванивайте. 363-36-59, плюс 7-9-8-5-9-70-40-5-45. Вы можете прислать смс-вопросы. На площадке 80-х настоящие романы были, интересуют Марию из Москвы? Ну, вот этот вопрос не ко мне. Я не лезу в личные отношения наши герои. Будут ли мои 90-е, спрашивает Евгений. Ну, посмотрим, как пойдет. Правда, вот я не просто так сказал, что очень приятно, потому что, ну, бывает такое, что работаешь, что-то делает, да, а это, ну, никто не смотрит. А тут мы вот очень как-то попали. Да, спасибо. Ну, вот действительно смотрят, и это ощущает. А расскажите тогда, вот вы, Федя, хоть и вспоминают Тома Сойера, но ведь это же не первый ваш режиссерский проект, вы как режиссер работали раньше, вот что есть секрет в том, вот ты начинаешь, у тебя есть идея, да, с тобой работают блестящие профессионалы, хорошие. В чем секрет, что один проект получается или попадает в какие-то вот ожидания аудитории? Да, есть совершенно, вот у меня сложившийся ответ на этот вопрос. Я думал об этом постоянно, и я думаю, что это то самое чудо. Чудо, там, 10% чуда бывает в каждом проекте. Вот от того, что именно вот этот коллектив сложился, именно... А у нас потрясающий коллектив, действительно. Да, потрясающий. Именно эти люди делают это кино, потому что были бы другие люди, было бы другое кино. Но вот сейчас вот так, и мы поэтому хотим очень сохранить эту команду, этот коллектив, потому что, ну, вот пока у нас получается, мы очень любим друг друга, вот этот вот, вот, вот сколько нас, ну, наверное, там, 10, 20, 30 человек, начиная с Мругов, Щукин, Паршин, все актеры. Да, и мы сейчас усиленно работаем уже над третьим сезоном. Давайте еще звонок принадлежим. Это действительно чудо, это никак невозможно пообъяснить. Можно же просчитать что-то, но не все. И, да, в данном случае это как раз, ну, не то что чудо, а волшебство какое-то, которое рождается на съемочной площадке и... Хорошо, я тогда по-другому немного поверну этот вопрос. Но ведь кроме точно выверенных рецептов, которые могут быть, ну, вот, как писать сценарий, как ставить свет, как ставить камеру, каких актеров звать, сколько что должно выглядеть, сколько стоит, есть еще та энергетика, да, которая либо передается, идет с экрана и усиливается потом зрителям. Я вот как раз о ней сейчас и говорю, да. А в чем секрет, каким образом экран транслирует вот эту энергетику, передает? Как ее собрать вот со всей этой вашей съемочной группы, с лучших, и через актеров, вот через режиссера, через камеру отправить туда? Ну, искусственно это не сделаешь, это либо получается само собой, как-то. Ну, естественно, что для этого нужно, ну, каждому прикладывать усилия, чтобы на съемочной площадке и за ней были просто хорошие взаимоуважительные отношения. 363-3659, давайте, еще звонок, добрый вечер, добрый вечер. Алло, не слышно, извините, перезвоните еще раз, еще звонок, добрый вечер. Если можно, приемник выключите и говорите с нами по телефону, в эфире сигнал запаздывает на несколько секунд. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Приемник, выключите. Татьяна... Татьяна, не волнуйтесь, пожалуйста. Я не жила 80-е, но мне очень нравится сериал, то есть я фанатка фактически. Очень не жду новых серий, и у меня вопрос, а сколько примерно планируется сезонов? А вот как вы смотреть будете, так следующий каждый будет запускать. Идет успешно второй, запускают третий. Идет успешно третий, пойдет четвертый. А хитрые создатели всегда вешают крючочки, которые можно потом развернуть, а можно свернуть и сказать, ну вот, все закончилось. Ну, конечно, не без этого. Хотя сейчас, конечно, когда мы начинали создавать 80-е, мы могли управлять героями. А сейчас они вами? Сейчас они уже нами. То есть они уже не делают то, что вы хотите? Ну, очень часто они сопротивляются. А примеры? Примеры приведите. Вот я хотела бы, чтобы с героями это происходило, а у них упс, и вот так. Ну, мы сами понимаем, что это невозможно, но любой другой человек может это сделать. А вот, например, героиня Анны Цукановой, там, Катя, она уже вот настолько сложившаяся, что мы понимаем, что нет, этот человек так не может поступить. Он может поступить именно вот так. Ань, вы как актриса, скажите, вот когда роль начинает развиваться, не просто вам дали сценарий фильма, да, вот, то ли вас выбрали кастингом, то ли какую-то другую актрису, и что получилось, то получилось. А вот дальше идут сезоны, да, уже понятно, и авторы потихоньку начинают писать, зная тот образ, который не только в их сознании и представлении, а то, что играет актриса. Меняют ли актеры свои роли или нет? Конечно, меняют. Вот чем ваша героиня меняется именно потому, что вы, Аня Цуканова, ее играете? Ох, не знаю, это такой сложный вопрос, на самом деле, я все время пытаюсь на него ответить, самой себе даже. Я никак не могу, какое влияние актер имеет на роль. Но это как-то происходит, но я во многом отталкиваюсь от Александра Ягина, который играет Ваню Смирнову, моего основного партнера. Его отношение ко мне очень многое значит для того, как я буду играть Катю. Поэтому, ну, это партнерская история в основном. Актеры действуют всегда от партнера. Кстати, я могу сказать комплимент Александру Ягину, потому что здесь написали по поводу его роли, что он наконец-то смог затмить себя, ту, которую он играл в сериале «Счастливы вместе». Я даже не поняла, что это один и тот же актер. Это, по-моему, для актеров большой комплимент. Честно говоря, я тоже актер. Я всегда... Почему мне легко? Я всегда могу перейти с одной стороны баррикад на другое. Это была одна из моих задач. Чтобы забыли его в той роли. Ну, я сам в свое время прошел через амплуа. Томас Эйр. Да, ну, там... Ну, да, понятно. Герой-любовник, там еще что-то. Из него очень сложно выйти. А я вот ненавижу, когда актерам клише какие-то дают сразу. И он не может развиваться. А Саша, я слежу за ним очень давно, там, с 14-летнего возраста. Я знаю, что это очень хороший комедийный драматический актер. И я очень рад, что ему дали возможность, но раскрыть совершенно по-другому. Давайте еще звонок примем. 3-6-3-3-6-59. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Как вас зовут? Вы откуда? Михаил из Москвы. Да. Здравствуйте, Михаил. Мне бы хотелось немножко покритиковать сериал 80-е. Наконец. А то все хвалят и хвалят. Что-то со связью. Алло, алло, вас не слышат? Это Аня шутит. Мы вас слушаем, Михаил. Алло, да, 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 да. Я в эфире сейчас. Да, да, вы говорите, говорите. Вы знаете, я бы хотел высказать некоторые ски консультантам, которые консультировали по уровню жизни молодежи тех годов. Я сам учился в институте 79-го по 84-й год. А практически ничего из того, что показывают в этом сериале, я воочию не наблюдал. То есть, вам, видимо, консультантов для 80-х годов. Ну, например, конкретную какую-то претензию. Ну, конкретно то, как проводились дискотеки первое, второе. Так у них уже 87-й год. Может быть, за 8 лет изменилось? Можно я сразу отвечу? Вот мгновенно. Михаил, режиссер хочет ответить. Я понял вопрос абсолютно. Они в лучшую. Мы возвращаемся к тому, что у каждого были свои 80-е. И очень многие зрители наши пишут нам письма, что если у меня такого не было, значит, ни у кого такого не было. Если у меня такое было, значит, у всех должно было быть. Ничего подобного. Если у вас была вот такая дискотека, то у меня, например, была абсолютно другая. Почему не развиваются сюжетные линии второстепенных героев Бори, Кати, Маши, Элеонора Константиновны? Спрашивает Алекс. Вот видите, какие у вас внимательные зрители. Алекс, вы что, бросили смотреть, что ли, сериал на какой-то там, на 20-й серии? Маша, у неё развивается всё. Очень даже развивается. Почему так долго снимался второй сезон, интересуется, Ян? Потому что мы старались сделать всё хорошо. Значит, всё-таки отшила Ивана. Интересуется Аль Пагаср. Очень сложная подпись. А это кто отшила Ивана? Кто отшила Ивана? Не знаю. Я отшила Ивана. Да. А вопрос, наверное, всё-таки Аня, больше здесь некому его адресовать. Почему муж вас редко снимает? О, вообще нередко. Очень часто. Очень часто, да. Владимир пишет. Обратная сторона Луны, кстати, говорят, уже там сработает. Тоже, наверное, продолжение будет. Судя по... Она папе передала привет. Мужу передала и папе. Просто у меня папа фанат. Уже мы передали. А я ещё Тиме передам. Тима, привет. А я Мишу ещё передам. Прекрасный. Поле чудес. Владимир пишет. Ну, хорошо, раз задурили, уговорили, найду в интернете и посмотрю все серии. Видел одно по телевизору случайно. Живу в квартире на половину из 80-х, на половину из 70-х. Ковёр с мишками в сосновом боросом. Отдельные книжные полки из корпусов телевизора. Стенка, катушечный магнитофон. И ледь, я даже не помню. Несите всё это нам безвозмездно. Вердуша, а жить он где будет? Вы же ему не поменяете городской телефон? Не выдадите ему мобильный с облачным интернетом? Нет, конечно. Наверное, последний на сегодняшний день звонок уже у нас эфир к концу подходит. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. 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 Да-да-да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу поздравить Анечку и Фёдора с их премьерой, с их прекрасным сериалом. Это Нина Дмитриевна из Яроласа. А, Нина Дмитриевна, здравствуйте. Да, мои хорошие, оба главные, мои любимые. Никаких у вас там нет недостатков, потому что этого вообще быть не может. Я хочу сказать привет, мы вас очень любим и желаем дальнейших ваших творческих успехов. Мои дорогие, мои любимые. Спасибо, Нина Дмитриевна, спасибо огромное. Спасибо огромное, это действительно большая часть. Нина Дмитриевна как раз находит детей для съёмок в Яроласе, и меня Нина Дмитриевна тоже нашла и дала мне такой старт. Спасибо огромное, Нина Дмитриевна. Ну что, мы практически подошли к концу, количество вопросов, будет ли третий сезон, зашкаливает, но уже Фёдор многократно ответил. Да, откройте какие-нибудь тайны, сколько серий осталось не показанных сейчас? Три серии. Три серии. Почему нельзя не посмотреть, что должно произойти, чего не должно? Потому что там-то всё и начнётся. Только там, то есть у вас всё в конце начнётся? Да, у нас будет очень неожиданный финал. Вот так вот, заинтриговали. А третий сезон будет в том же 87-м начинаться, или уже всё-таки как-то резко скачок во время? Ну, подождите пока, пускай досмотрят ребята вот этот сезон, а там тоже будет много сюрпризов, и появятся новые герои. Новые герои. Аня, где вы ещё сейчас, возможно, увидеть, где ваши фанаты, которые чувствуются по нашим смс-кам, следят за вашей карьерой, и можно будет им вас смотреть? Скоро выйдет фильм Александра Умчимитты, новый Мирокль Шагала, о жизни Шагала и Малевича, и там я исполняю роль ученицы Шагала, которая предаёт его и уходит к Малевичу. Можно будет посмотреть. Также фильм «Кремень» для Первого канала Владимира Епифанцева можно будет увидеть. Ну, и ещё фильм «Третья мировая», который снял мой муж. Скоро выйдет. Говорят, мало снимает. Снимает. Нормально всё. Всё хорошо. Федор, а вы, если режиссёр работает на проекте, заняты полностью, то есть 80-е сейчас вас поглотили, или у вас есть какие-то параллельные проекты, как у режиссёра? Ну, в случае с 80-м, это мой выбор, действительно, я сам поглотился этим проектом полностью. Хорошо. Давайте скажем, если всё-таки у вас появились фанаты, которые готовы вам нести как старые вещи, раритеты, так и идеи, куда можно обращаться? Есть ли какой-то имейл-адрес у проекта 80-й, я не знаю, там, страничка где-нибудь в соцсетях? Я думаю, что есть и много страничек в соцсетях, на официальный сайт СТС наверняка можно обратиться, либо в Годстори можно обратиться, и в Медиа, в общем, мы действительно ждём. Через официальный сайт СТС, пожалуйста. Да, там есть просто отдел 80-й, форум. И там можно предлагать свои 80-е. Свои 80-е, да. Ну что ж, мы сегодня говорили в программе телехранителя о сериале 80-е, Фёдор Стуков, режиссёр, Анна Цуканова, Кот, актриса, и говорили о том, что 80-е у каждого свои, может быть, поэтому кто-то находит несоответствие, но при этом, раз такое количество людей с удовольствием смотрит, вспоминает, соглашается или не соглашается, значит, это вот такая лёгкая ирония по отношению к нашему прошлому, лёгкая и добрая, добрая. Ну это самая ирония, конечно, это не ирония над кем-то. Если мы смеёмся, то смеёмся над собой, конечно. Мы все оттуда, и поэтому нам приятно вспоминать себя в то время или рассказывать нашим детям о том, каким это время было. Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания, спасибо большое. Чуть-чуть раньше. Спасибо большое. О, круто. Мне понравилось.